Христос в воскресе! Таким приветствием православные христиане будут радовать друг друга все 40 дней до праздника Вознесения Христова. Концерты, ярмарки, спектакли, встречи и подарки. Пасхальное торжество в Забайкальской митрополии объединили многих забайкальцев. Но особое место в этом ряду занимает событие, которое состоялось в мужском Свято-Успенском монастыре. Событие, которого ждали несколько лет. Первая монашеская молитва зазвучала на месте заброшенного детского лагеря в окрестностях Читы в 2005 году. Постепенно у немногочисленные братья наладился быт, устроили в приспособленном помещении храм, завели хозяйство, но строительство храма все затягивалось. То проблемы с оформлением земли, то сложности с выбором места из-за обилия на территории грунтовых вод. Но вот геодезические работы закончены, с местом определились и первый этап строительных работ – освящение креста. Да, это самый первый этап, такая видимая точка отправления в строительстве храма, когда восстанавливается крест, освящается место, то место, где будет стоять храм. Крест сами, своими силами. Вот буквально на страстной неделе Владыка сказал, давайте будем устанавливать крест, освящать то место. И поэтому силами, братьями, у нас есть хорошие, замечательные плотники. Ну и, конечно же, сами все это дело восстанавливали. Долго искали брус, но с Божьей помощью все это было преодолено. Вот, по милости Божьей, молитвами Пресвятой Богородицы. Поклонный крест осветил митрополит Читинский Петров Забайкальский Владимир. Крестным ходом под колокольный благовест обошли место будущего храма в честь успеения Пресвятой Богородицы. В торжествах по случаю освящения креста участвовали особые прихожане – сотрудники городского управления МВД России. Они нередкие гости в монастыре, потому что в их служении, связанном с риском для жизни, вера просто необходима. У нас в подразделении очень много верующих ребят. Вот, очень много ребят, побывавших в горячих точках в северо-кавказском регионе. С Божьей помощью зачастую удавалось выполнять задачи такие, что, обернувшись назад, вспоминаю, что невозможно было просто вот такой ситуации. Ребята выходили из боестолкновения, без единой царапины, без каких-либо повреждений. Здесь я уже нахожусь не первый раз. Стараюсь сюда ходить как бы постоянно, то есть раз в неделю хотя бы здесь посетить. Очень рад, что храм здесь будет немного больше, чем сейчас. То есть люди собираются здесь, я вижу, что прихожан становится все больше и больше. Люди ездят, ходят пешком, даже сюда не ездят автобусы. Но я думаю, со временем этот вопрос решится. Сегодня сотрудники собирают средства на обустройство молитвенной комнаты в своем управлении. И там предполагают совершать молитву не только о своих нуждах, но и о строительстве храма в мужском монастыре. Не ослабнет, конечно, и монашеская молитва. У всех вас, дорогие братья и сестры, я призываю неустанно молиться о том, чтобы это благое начинание во благовремени перешло вот в такую практическую стадию, чтобы братья монастыря и все мы начали строительство храма в честь успения Пресвятой Благородицы. Еще предстоит изготовить проект, еще предстоит множество работ, вот поэтому все это должно сопровождаться нашей крепкой верой, надеждой на то, что нам удастся все это решить, все стоящие перед нами трудности, проблемы, и начать строительство этого монастырского храма. Мира. Мира в переводе с греческого — это особая смесь оливкового масла высшего качества, душистых трав и смол, всего около 40 составляющих. Драгоценные благоухающие мира несли женщины ко гробу Иисуса Христа, чтобы помазать его тело после погребения. Потому их и назвали «мироносицы». День Жон Мироносиц по православному календарю отмечается во второе воскресенье после Пасхи. О женах-мироносицах, их преданности и смелости сегодня беседуем с наместником Свято-Успинского монастыря и ромонахом Сафронием. Здравствуйте, Отец Сафроний! Одна из наших телезрительниц спрашивает, Джон Мироносиц Христос позвал за собой или они сами пошли? Чем они занимались после воскресения Христова? Господь Иисус Христос очень много проповедовал. Он ходил по всей Иудее и Самарии, как сказано в Евангелии. Проповедовал. И о мироносицах известно, что это были женщины, которые откликнулись на проповедь Господа Иисуса Христа. Ходили за Ним и служили Ему от Своих имений. Они заботились о Нем, силу своих возможностей и сил. Естественно, что после того, как Господа распяли и Он воскрес, они разошлись с проповедью, с проповедью о Христе. Так известно, что Мария и Магдалина была в Риме, другие мироносицы проповедовали в других местах, Богородица дошла до Афона. Они, как и апостолы, были проповедниками, и так же, как и апостолы, откликнулись на проповедь Господа Иисуса Христа. Специально Господь никого не звал, ведь за Ним шло множество народов. Он потом призвал к себе апостолов, а женщины Его сопровождали всегда. Жены мироносицы стояли при распятии и первые узнали о воскресении Христа. Почему они были такими смелыми? Им просто нечего было бояться или они все-таки рисковали? Ученики, апостолы разбежались с страха ради Иудейского тогда, когда воины в Гефсиманском саду арестовали Господа Иисуса Христа. Женщины, они более чувственны, они живут более чувствами. Женщина всегда себя воспринимает как мать, ей нужна о ком-то заботиться. Тем более, мы знаем, что Богородица была при кресте, как она могла оставить своего сына. И, естественно, мироносицы, как близкие к ней, и, можно сказать, ее подруги, они ее не оставили. Апостолы всегда были рядом с Господом Иисусом Христом и посылались им для проповеди. Естественно, апостолов тоже могли схватить, как-то предать на суд. Поэтому, может быть, этот страх возобладал над ними, и они разбежались. Евангелие, оно показывает нам как раз человеческую природу, что до сошедения апостолов Духа Святого они были люди и ничем не отличались от нас. Они также боялись, у них также были сомнения. В Евангелии мы это встретим не раз, когда Господь призывал их укрепить веру, обличал их в маловерии. Но после сошедения Духа Святого на апостолов они изменились, они стали совсем другими людьми. Так и с каждым из нас бывает. Очень часто, наверняка, в жизни каждого человека бывает тогда, когда Господь испытывает нашу веру. Нашу веру, неважно как, будь то проходим мы мимо храма и следимся перекреститься, а по сути дела также убегаем от Христа, либо на работе где-то разговор заходит о церкви, о Боге, о священнослужителях. Как правило, эти разговоры осуждающие, ругающие, злословящие, и многие верующие люди просто молчат при этом. Опять же, что это? Опять то же самое убегание. Опять Христа оставили и убежали. Но Евангелие нам как раз показывает то, что до обновления Духом Святым человек находится в падшем состоянии. И наша задача как раз стяжать этот Дух Святой. А каким образом можно стяжать? А стяжать его можно только очистив своего внутреннего человека, очистив свое сердце от греховных страстей. Мы должны заглянуть в себя, встретить там свои страхи, встретить свои грехи, свои страсти и с помощью Божьей как раз победить их, преобразиться, принять в себя Духа Святого, чтобы стать другими, новыми людьми во Христе Иисусе. Праздник Жон Мироносец в эти выходные за Байкальской митрополией отмечается размахом. В воскресенье на соборном проезде возле памятника Александру Невскому организованы концерт творческих коллективов. Народные игры, забавы для детей и взрослых, ярмарка, кухни народов мира, мастер-классы и многое другое. Об этом празднике вы узнаете в ближайших выпусках новостей. А пока обратимся к событиям минувшей недели. Впервые священники Читинской епархии в этом году приняли участие в акции «Бессмертный полк». Протеерей Иоанн Букоткин воевал на Третьем Белорусском фронте связистом. Награжден Орденом Славы Третьей Степени. Архимандрит Нифонт Глазов. Артиллерист Зиничек воевал на Курской дуге. В результате ранения лишился обеих ног. Архиепископ Михей Хархаров служил радиотелеграфистом, дошел до Берлина. Точное количество священников, служивших в годы войны на фронте, неизвестно. Ведь к началу войны десятки тысяч были уничтожены, сотни тысяч сосланы в лагеря. Сегодня по крупицам собираются факты самоотверженного служения священства на войне. Ичитинские пастыри совместно с православным патриотическим клубом «Воин» в этом году решили пройти в составе «Бессмертного полка» с портретами героев-священников. К сожалению, о духовенстве в годы этой страшной войны мало кто помнит. В основном о них все забывают. Мы же в этом году решили увековечить их память в сердцах предков именно таким образом пройти стройной колонной с их фотографиями, а также краткой биографией. Существует много свидетельств, когда вроде бы полк или рота, либо батальон уже были на последнем издыхании, не было сил, и даже в сердцах посетился страх. Священник с крестом вместо того, чтобы ползти по-пластунски наряду со всеми, он вставал, своей грудью шел вперед. Ранним утром 9 мая в Казанском кафедральном соборе участники акции отслужили литургию, совершили поминовение всех павших героев войны. Именно поминовение в храме, записки на прескомедию, пожертвования, панихиды, молебны – вот самая благодатная и действенная помощь для души каждого человека, ушедшего в иной мир. Грустно видеть, как в светской мире принято поминать павших воинов. Это рюмка водки с коркой хлеба, все это стоит на кладбище, все это превращается со временем в какую-то ваханалию. Молитва – это самое действенное поминовение, указывая в записках, особенно в прескомедийных, когда эти частицы, которые были вынуты за определенные имена, погружаются в святые дары. Это есть самое великое и даже самое страшное, я бы сказал, поминовение, самое действенное поминовение. С главной площади Читы, где в акции «Бессмертный полк» в этом году приняли участие более 8 тысяч человек, торжества перенеслись на мемориал боевой и трудовой славы за Байкалье. С пасхальными песнопениями колонна священнослужителей в сопровождении казаков и мирян прошла к площади. После митинга священники Читинской епархии во главе с протеереем Константином Чунчуком торжественно возложили венок к памятнику героев войны. В центре венка православный крест, христианское знамение победы над силами зла. По ежегодной традиции в храме-часовне в честь святого Георгия Победоносца, которая расположена на мемориале, совершили благодарственный молебен и поминовение всех людей, положивших души своей за родное Отечество. О духовных истоках победы смогли прочитать многие участники праздника благодаря листовкам, которые подготовили активисты молодежного движения Возрождения. Почитание подвига нашего народа в той войне сегодня, как водоносная жила, смывает всё наносное и питает сердца чувством единения, радости и патриотизма. Колокола на пасхальной неделе звучали во всех храмах, но впервые в Читинской епархии была установлена передвижная звонница, которая украсила праздник в первое воскресенье после Пасхи. Этот день называется Антипасхой и днём апостола Фомэ. Как прошло Фомино воскресенье в Читинской епархии, смотрите в следующем сюжете. Антипасха считается престульным праздником Свято-Воскресенского храма. Именно поэтому в этот день Божественную Литургию здесь возглавил митрополит Читинский Петров Забайкальский Владимир. В завершение богослужения с пасхальными песнопениями обошли крестным ходом вокруг храма, а затем все прихожане на автобусах направились к Казанскому кафедральному собору. Во главе колонны шла передвижная звонница, которая возвещала на всю округу о воскресшем Христе. Звонница стала гвоздём праздничных гуляний на Соборной площади. Почти все, взрослые, малыши и старики и даже священники хотели попробовать свои силы в колокольном искусстве. А рядом ребята увлечённо клеили, лепили, красили. Мастер-классы проводили педагоги и ученики Воскресной школы Казанского собора. Мы делали открытки, чтобы подарить их ветеранам. Мы сделали вот такого журавлика, мы сделали вот такой конвертик в преддверии праздника Дня Победы. Нам нравится всё абсолютно и ко всему хочется прикоснуться, всё радует. Активисты молодёжного движения с малышами водили хороводы, устраивали весёлые старты с пасхальными яйцами на ложках и возродили старинную русскую забаву – катание яиц. Наши предки в эти игры играли, они все их хорошо знали, а здесь сейчас просто позабыли традиции наши, вот приходится напоминать. Очень весело, все просто радостны были, когда призы попадали, у кого-то не получалось, но всё равно все ушли с призами. Какие же гуляния без ярмарки! Здесь и монастырские яства, и уникальный полезный хлеб, испечённый по древним рецептам и оригинальной поделки. А аппетитная солдатская гречневая каша на свежем воздухе, по мнению участников праздника, была лучше всяких изысканных блюд. Там ходили кашу покушали, вкусную очень, чай попили, и с монашками там пообщались, и на ярмарке побывали, а на играх-то мы только подошли. Атмосфера очень добрая, очень душевная. Такое мероприятие, я считаю, что они должны быть регулярными, постоянными, потому что взрослым и детям в особенности они приносят много удовольствия, много положительных эмоций. Пасхальные гуляния на Соборной площади подарили детям и взрослым не только хорошее настроение, но и полезное знание, а главное — возможность пообщаться и поделиться друг с другом пасхальной радостью. На следующей неделе Православный мир отмечает память любимого ученика Христова, апостола и евангелиста Иоанна Богослова и 22 мая память святителя Николая Чудотворца. Напомню, что в Казанском кафедральном соборе города Читы есть икона с частицей мощей этого великого и особо почитаемого святого. Наша передача подошла к концу. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok